Город еще спит, а я спешу на рассвет. Я успела за несколько минут до рассвета. 5.56, рассвет, но солнца пока еще здесь не видно. Вот уже солнышко всходит. Вот так встречаются два небесных светила с солнышком. И луна. Всем привет из Израиля. Сегодня пятница, выходной. И сегодня, друзья, обычный влог. День обещает быть насыщенным, поэтому беру вас вместе с нами. Пройдемся по магазинам, попьем вкусный кофе, послушаем новости и много другого интересного. В общем, присоединяйтесь. Как вы уже поняли, я пришла на море. Утром море самое такое прохладное, потому что сейчас август, самый жаркий месяц в Израиле. Но, по моим ощущениям, мне кажется, июль был жарче. Начало августа более-менее такое сдержанное. Но, несмотря на это, жара продолжается, конечно же. 32 в среднем идет где-то плюс-минус. Поэтому воздух очень сильно прогрелся, большая влажность. Ну, море самое-самое комфортное. Те, кто любят погорячее, вот как раз то самое время, когда можно купаться. Вода очень теплая. Не могу сказать, что горячая, но очень-очень теплая. Жара не только у нас в Израиле. Мои близкие проживают в Омске. И сейчас там тоже достаточно жарко. А в июле вообще доходило чуть ли не до 50. Сейчас в Омске проходит выставка «Флора». И мои внученьки побывали на выставке. Как она проходила, они вам сейчас все расскажут. Завтра у нас будет «Флора». Мы, короче, решили заранее, раз народу будет мало сегодня, потому что флора еще не открылась, решили погулять заранее. А тут, как назло, все перекрыли. Мы просто вокруг походили, посмотрели там две из цветочков статуи и решили поехать в Ридж, а потом домой. Пашки, как-то маленькие. Я прибыла на станцию Таханамерказид, центральная автостанция. Иду в торговый центр. Мне нужна краска для волос, а магазин, в котором находится именно эта краска, находится именно в этом месте. Может быть, кто-то знает, где еще расположены эти магазины «Хайфи». Пожалуйста, пишите в комментариях. Магазины работают сегодня у нас до обеда, потому что пятница, скоро шаббат. Обожаю торговые центры летом, всегда прохладненько. Вот этот магазин мне нужен. Сейчас покажу вам поближе. Вот в этом магазине продается краска для волос, которая мне нужна. Она очень недорогая и натуральная. Я так поняла, что как на основе, наверное, может быть, басмы или хна, как раньше была. Мне ее когда-то порекомендовала девочка. И вот уже на протяжении нескольких лет я пользуюсь. Вот, смотрите, вот такая цена. И вот такая краска для волос. И причем, вы знаете, вот я пользовалась дорогими разными красками. Мне ее хватает намного меньше, чем вот этой вот. И волосы будем, ну, как бы такое вот. Кто красит волосы, наверное, знает, волосы лезут от этой краски меньше. Так что, если кого заинтересовала, вот такая краска. Ну, и раз уж зашла в этот магазин, покажу вам немножко. Здесь недорогие товары. Всякие лаки, помады. Видите, вот тоже различные косметические средства. Даже на русском языке написано. Крем для рук и тела. Ну, не люби меня, что ли? Вот такой с сердечками кремик. За пять шекелей. Такая розовая расцветочка. Ох, сколько тут всего яркого. Вот, смотрите, цена. В общем, выбор здесь, как видите, огромный. Косметики, парфюмерии разные. Кстати, у меня закончился освежитель воздуха, как раз для туалета. И они здесь недорого стоят. Вот этот стоит 11 шекелей. Два вида их. Вот этот 8. 8,50. Сразу набрать уже, чтобы надолго хватило. 69 шекелей, 40 огород. Вышли мои покупочки. Ребята, я как-то делала обзор этого торгового центра. Сейчас не буду подробно останавливаться на нем. Он двухэтажный. И в основном большинство магазинов, которые есть в других торговых центрах. Немножко постараюсь показать вам. Ну, а в целом, если будет интересно, пишите. Сделаю подробный обзор. Лифт поднимается. Два этажа всего. Но здесь есть выход как раз на железнодорожную станцию. Есть лифты. Там внизу первый этаж. Есть разные кафешки, туалеты. Все как и везде. Гольф Китс. 60% скидки. Давайте заглянем. Не на все, конечно, есть скидки. Такие юбочки, футболочки, скидочки. И есть красивые вещи из новой коллекции. Понравились. Смотрите, какое тоже платьишко. Но они обычно есть такие похожие. И в Кастро были вот уже на протяжении нескольких лет. И в Шелав чем-то похожие. Смотрите, какая интересная пижамка. Очень хорошие. Такие цвета. Рядом находится гольф для взрослых. Финал сэл. 70%. И вот смотрите, сразу же скидки. 70%. 120 шекелей за 2. Причем гольф, он такой вот, он достаточно дорогой магазин у нас в Израиле. Ну, скидки здесь бывают также очень хорошие. Магазин там, ну, смотрите. 50, есть 10 шекелей, 20 шекелей. Интересные цены. Ну, смотрите, правда, вот 10 шекелей, 15 шекелей там. Дальше 30 шекелей. Вот такие смешные цены здесь. Ну, к примеру, вот такая футболка с эйфелевой башней стоила 40 шекелей, а сейчас 15. Вот за 30 шекелей разные платьишки. Вот такие разных расцветок. Решила померить одно из платьишек. Там, правда, штанишки у меня под низом. Лень снимать. Ну, вот как-то так даже с кармашком выглядит. На работу. Вот такая веселенькая расцветка. Вроде легенькая, разлетайка. Наверное, я возьму. Мне нравятся такие легкие платья. Хочу заехать сейчас на рынок, посмотреть, по чем там овощи, фрукты. Пока буду ехать, хочу дослушать книгу. Книга захватила полностью. Да, кстати, ребята, пишите в комментариях, кто какие книги читает, сейчас слушает. Мне эту книгу, которую я сейчас слушаю, также порекомендовали. Причем, я не слышала об этом авторе раньше, хотя он лауреат Нобелевской премии 78-го или 79-го года. Исаак Зингер. Не путайте с машинкой Зингер. Он, кстати, тоже Исаак Зингер. Книга называется «Раб». Да, кстати, немножко об авторе. Он родился в 1902 году в Польше, а умер он в возрасте 88 лет, в 90-х годах во Флориде, США. Книга называется «Раб». Роман относит нас в 17-й век, в польское селение еврейское, когда гайдамаки разгромили еврейскую деревню. И вот один ученый муж, Яков, он попал в плен и пять лет жил в польской деревне. Влюбился в дочку хозяина, и вот дальше уже разворачиваются события. Не буду пересказывать, кому интересно, найдете, почитайте. Книга захватывает сразу же, с первых мгновений, несмотря на то, что очень много есть тяжелых сцен насилием, убийством евреев, гайдамаками. Очень тяжело, конечно, но, несмотря на это, очень много исторических фактов. Показывается то время, рассказывается, конечно, о тех событиях, о любви. И, в общем, почитайте мои рекомендации. Ну и жду от вас также рекомендации в комментариях. Рынок находится на Адаре, для тех, кто не знает. И с центральной станции можно доехать на метро «Нити-тройка». Все поперекрывали. Как мне объяснили, датишные возмущаются. Почему датишные возмущаются, вообще непонятно. А за той шторочкой там находится кранчик с водой, можно попить. Ну вот сейчас где вот там обходить, чтобы туда зайти попить. Очень неудобно, конечно, стало. Я приехала на рынок. Сегодня пятница, он работает до обеда. Наверное, до трех, до четырех точно не подскажу, ребята. Но не весь день. И завтра рынок не будет работать. Как видите, здесь оврал. Что по ценам? Это самое начало обычно. Вон там, вон, подешевле. Последний раз я здесь была, наверное, в июне месяце показывала вам полностью рынок. Но сейчас подробно не буду останавливаться. Кое-что посмотрю. Может быть, что-то из фруктов, из овощей. Вот в августе месяце. Посмотрите, какая красота. Много манго. Да? Сезон манго. Сезон манго, да. А вот это вот, смотрите, как называется за 18 розовое? Вот это вот, что это? Хороший вопрос. Хороший вопрос. У меня тоже хороший. Говорят, вкусно, но я вот ни разу не пробовала. Но она должна быть не спелая. Да? Ммм. 7,80 груши. 7,80 виноград. 6,80 яблочки. Ох, смотрите, ребята, не очень удобно. Смотрите, какое огромное манго. Вот такая красота. Инжир 22 шекеля. Сливы за 9,80 и 11,80 персиков. Ох, как же красиво. Я фемиот. Ребята, что это такое? Напишите, пожалуйста. Я не знаю. Личи 15 шекелей. Пока жду автобус. Покажу вам, что купила. Взяла вот виноград, персики и яблоки. Все это вышло у меня. Три кузовка на 34 шекеля. Это нормально по сравнению с нынешними ценами. Ребята, этот сумасшедший день еще не заканчивается. Так что не отключайтесь. Конечно, не все выходные у меня проходят так. Но вот сегодня как-то что-то планировало чересчур много. Сейчас приеду домой, выгружусь. И потом еще планирую пройтись еще в одно место. Уточнить новости, которые я узнала. И обо всем рассказать вам. В общем, оставайтесь со мной. Я пришла на улицу Бангуреона. Есть новости по этой улице. Дело в том, что в выходные дни улица Бангуреона будет перекрыта. Информацию вы сейчас увидите на экране. С четверга по субботу. Но сейчас я смотрю, улица работает. С какого дня это будет. С каких выходных, я не знаю точно. Но имейте это в виду, кто едет в Хайфу, чтобы не попасть в такой комфорт, что улица будет перекрыта. Бангуреона обычно перекрывают только в декабре, когда проходит фестиваль праздник праздников. Я неоднократно показывала уже этот фестиваль. Здесь, конечно, очень много людей в это время. И, конечно, улица полностью перекрыта. И вот сейчас планируется также перекрытие. Из-за жары, скорее всего, улица пустынная. Но ресторанчики работают. Не много народу, но они есть. Туристы, может быть, обычные люди. Фонтанчик так актуальны. Это сейчас вечер уже. Но жара еще пока не спадает. Выгоревший Микки Маус зазывает посетителей. Я хочу зайти в кофейню «Арома». Не очень давно, кстати, я ее показывала в телеграме. На канале есть хорошее видео, когда я рассказывала о кофе. Там уже более подробно я о нем рассказывала. Но, кажется, да, как видите, оказывается, в пятницу арома закрыта. Ну, так вот. Попила кофе называется. Странно. Может быть, по пятницам не работает? Потому что я знаю, что сити-центр точно работает по субботам. Может быть, в пятницу он закрывается раньше? Я этого не знала. Но он тоже сегодня закрыт. И вот здесь было кафе еще. Не очень давно зимой я его показывала. И, как видите, уже ничего нет. Жаль, ребята, что не удалось вам показать Арубу. Но видео есть на канале. Я прикреплю ссылочку в описании. И есть также сюжеты в телеграме. В сегодняшнем движи я участвовала одна. Но у нас есть совместное с Максимом мероприятие, на которое мы хотим отправиться ночью. Оно, конечно, не войдет в это видео. Мы хотим посмотреть на звездное небо. Дело в том, что сейчас август. Пора звездопада. К нам летят персиды. Более подробно о персидах, кому интересно, смотрите видео. В прошлом году мы ездили на экскурсию на Мицпэ Рамон. И наблюдали это красивое явление. Также ссылочка будет в описании. Также, кому интересно посмотреть, если у вас ясное ночное небо, то вы также можете в своем регионе посмотреть, выйти ночью на улицу и понаблюдать звезды. Там, где, конечно, нет освещения. Самый пик придется на 12-13 августа. Так что всем вам желаю приятного просмотра на ночном небе. И загадывайте побольше желаний. Я всех вас благодарю, мои хорошие, за то, что не то, что смотрите, но еще и пишите комментарии. Теплые слова благодарности. Огромное-огромное также вам спасибо. Я всем вам и нам желаю мирного неба над головой. Всем хороших выходных. Мира и добра. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...